сегодня 3 сентября 3 октября 16 года понедельник мы находимся на втором этаже усадьбы павла лапкина теперь никита колесников здесь вот как выглядит там щельник ее у него был вот ограду городе ли там мы работали вот этот козлик стоит все это сверху видать вот там делали туалет это сверху все видно а дальше там игоря барабаша сена околочек красота такая красота лепота говорится вот а напротив он там это ровно идет это железная дорога вот она идет со второго этажа все видать но настолько все здесь захламлено потихоньку чтобы не провалиться посмотреть как здесь выглядит все это вот алексей усинов сверху видно его тут усадьбы для скота ну береза это все павел садил а это мусор теперь мы уже сделали куда складывать все он хотел забрать вот эту конструкцию но не по силам как он сказал а там он видно вал ребята сделали чтобы перед гречихой чтобы весной когда вода пойдет там прокопали экскаватором и увели воду туда дальше но уходит она или нет я не знаю не буду говорить а это что здесь есть сейчас здесь володе подлетает а никита сегодня до обеда пасет не хотели но уговорили три дня до обеда вот здесь труба это из русской пищи какая она 30 наверно 30 на 30 вот такая большая труба здесь чуть не вплотную к дереву абсолютно не соблюдается никогда же 38 сантиметров обложен должно быть железом или чем это у него нары на этих нарах он пчел держал подставка такая на раме назвал железную сварил эти железные тут все резал трубы этот мастер но вот это заброшенность такая тут печка то я делал вот не знаю топится нет не до этого сейчас у ветер-то какой подожди маленькой это надо будет закрыть я сейчас покажу как здесь есть у него все конструкция вы видите как вот он заваренная вот периодического профиля на вот оно какое это он колонны такие сварные хомуты у него страшная крепость как у хиросима один дом останется полезли сегодня туда ну-ка покажи где везде гвозди гвозди торчат и на шуруповерты убываю так ну-ка зайди туда пока котята где кошка выскочила я говорю володя услышал что-то пищит ну и вот оставили одного котенка покажи его опять какая кошка чья ничего не известно дикая какая-то но все равно жалко ну-ка свете подними вот он какой оставили одного ну-ка поближе к свет вот сюда вот свету вот она там кричит ну ладно положи это вот остальное все тряпки от что-то навесил все убрать тут невозможно разные вольтметра у него это старинные тут что-то я помогал ему доставать были уль это все надо разобрать и окно рама это делал владимир шадрин надежда васильна родной брат ну умер его нет это все это с на втором этаже мы находимся это высота примерно метр девяносто пять или два так потихоньку разворачивай и туда положить подожди мы будем ложить на нары нары вплотную к стене это намного тогда больше будет я не знаю на как это сделать но считаю что именно так я пока закрою дверь чтобы тяги не было смотри сразу пыль понеслась в другое место маленько подметешь вот у стену он отдел делал она у него сделала там опилка бетон а здесь просто опилки немножко тут сейчас священником слова старков он здесь жил они мешали им он взял ложь и как только мимо сильно не там дерутся счета крысы то и он в этот щель то ножом на постели спит ударил и поранил видно там пизд говорит был большой вот я кажется нашел вход туда на третий этаж подожди-ка вот это будет у нас время это сказать освободиться ближе туда маленько подтянуть еще давай-ка вот так хорош маленечко тени володя чуть-чуть от стенки маленькой маленькой хорош вот так вот тут подвинь тоже из на него сложить доски сейчас я буду подниму на бок маленько ты заметишь сразу будет видно изменение но потом когда будет сделаны смотри молодец вот это верху то ты думаешь что вот это салфан вдруг забито нигде нет а мне кажется это как раз ход и было для теплоты все оторвать туда и залезть и а нам это теплота не нужно а если еще так можно прибить нашу руководки конечно откручивай вот так ну пошли дальше работать везде электричество электричество но у нас то еще его нету это зимой он держал пчел здесь видно подтапливал